Привет! Меня зовут Арина и это видео на конкурс от Купи Ребенку ТВ на рукодельно-творческий конкурс. Моего животного зовут Мистер Спайдер Кэт. Он питомец Фабереллы. Особенностью моего питомца является то, что имея слух, зрение и хитрость, смекалку и скорость, как у кота, он предпочитает больше оставаться пауком. Хоть он и наполовину кот. У него есть замечательные кошачьи ушки. А вообще он всегда мечтал стать дизайнером монструозного одежды. Нашел он пока что только для себя. Так как планировал он хорошо, но шел не особо. Также он мечтал стать режиссером и в одно и то же время фотографом. А также художником и кулинаром. А вообще все его дела всегда заканчивались одним и тем же. Примерно так. Но он всегда мечтал попасть на телевидение. Но больше всего он любил стоять возле огромного зеркала с кучей фонариков, таская при этом с собой еще два дополнительных зеркала. И с ними он никогда не расставался. И еще он любил пакостничать, разбрасывая по дому все. Чему мои монстряшки были очень недовольны. Однажды, перебирая старые вещи, он откнулся на лампу джина. Собственно говоря, потом из нее вышел джин. Но после желаний, загаданных моим зверьком, джин был просто в шоке и исчез вместе с лампой. Мой котопаук очень любил спать. Ну а когда его путили, он начинал разговаривать по телефону. О, вот это да! А он че? А ты че? А чуметь! А вообще, мой зверек был довольно мил. Видео было снято для канала Купи Ребенку ТВ Спешл. Все декорации и костюмы я сделала самостоятельно. Если уж говорить о материалах, которые я использовала для создания этой игрушки, я взяла обычную ткань, которую мы с бабушкой купили в магазине рукоделия. И вот такие вот внущиеся палочки, которые мы купили там же. Проблема в шитье возникла только одна. Я не знала, как руки будут вот таким вот образом крутиться. Поэтому в руки во время шитья я вставила эти гнущиеся палочки вот в такие вот бусины. Зашила их внутрь. А вообще, работа заняла у меня порядка 3-4 часов. Плюс декорации, анкета и зарисовки моего животного. Надеюсь, вам понравилось это видео. С вами была Арина. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok